Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин. Таня снимает меня на камеру. И сегодня у нас будет очень интересный, как мне кажется, выпуск. Давно хотел такое снять, но все никак не доходили руки. И вот при помощи Таниной редактуры нам удалось все-таки состряпать выпуск о американской снаряге, которая у нас не в части. В этом выпуске мы расскажем о пяти предметах снаряжения, которые довольно широко используются в Америке и в Европе, но у наших туристов не имеют популярности. Итак, вещь первая, так называемые медвежьи мешки или bear bags. Что это такое? Это различные тканевые мешки. Туда убираются вещи, которые могут заинтересовать медведей. Эти мешки подвешиваются на веревке высоко над землей таким образом, чтобы медведи не могли добраться до содержимого ни с земли, ни с дерева. По правилам такой мешок должен находиться в трех метрах от вертикальных поверхностей, по которым медведь может залезть, и в трех с половиной метрах над землей. Это могут быть как и специализированные мешки, которые люди специально покупают для этих целей, так и различные гермы или упаковки от палаток и какие-то другие заменяющие эти мешки предметы. Есть множество методов подвешивания этих мешков. На американском ютубе это целый сегмент различных видео и блогеров, которые снимают именно про то, как подвесить вот эти медвежьи мешки. Кроме тканевых мешков в Америке также популярны твердые контейнеры, различные канистры и кейсы, но они работают по другому принципу. Для того, чтобы их открыть, нужна мелкая моторика рук и какое-то интеллектуальное усилие, недоступное медвезю. И они сохраняют свое содержимое большей частью за счет своей прочности, то есть медведь не может их расковырять. Обычно такие контейнеры оставляются на земле в 30 метрах от лагеря. Популярность этих контейнеров обусловлена еще и тем, что многие национальные парки не допускают туристов без этих медвежьих мешков и обязуют их иметь при себе. Если рейнджер вас остановит где-нибудь на тропе и у вас при себе не будет этого мешка, он вас оштрафует и выпроводит из парка. Но, кстати, в большинстве парков, где очень много медведей, даже эти медвежьи мешки запрещены, нужно приходить именно с твердым контейнером, потому что он считается более безопасным. В Америке существуют даже специальные комитеты, которые подтверждают эффективность этих контейнеров для определенного вида медведей. Например, The Sierra Interagency Black Bear Group занимается тестированием контейнеров для черного медведя-барибала. А, например, Interagency Grizzly Bear Committee регулирует пищевые контейнеры против медведей-гризли. Они проводят довольно серьезные тесты сначала в условиях зоопарка, потом в условиях дикой природы и уже подтверждают, что контейнеры безопасны. Ну и зачастую во многих парках на тропах стоят прочные металлические контейнеры, куда можно складывать свой мусор или недоеденную еду, чтобы медведь до нее не добрался. У нас подобная практика встречается, но гораздо реже. Я очень редко встречаю туристов, которые подвешивают свою еду где-то на дереве. Чаще туристы просто моют тарелки и складывают еду где-нибудь либо рядом с лагерем, либо у себя прямо в палатках. Возможно, это связано с тем, что у нас нет какого-то законодательного регулирования с национальными парками, которые обязывали бы это делать. Возможно, связано с тем, что бурые медведи более доброжелательные или просто их количество чуть-чуть поменьше. Конечно, я думаю, где-то в районе Камчатки или в других регионах, где очень много медведей, эта практика является просто жизненной необходимостью. И там люди наверняка тоже подвешивают свою еду где-нибудь на дереве. Но я думаю, они используют для этого просто различные гермомешки или просто какие-то пакеты. Они заморачиваются специальными медвежьими мешками. Вещь номер два. Sun gloves. Это перчатки от солнца, которые защищают верхнюю часть кисти от солнечных ожогов. Их в основном используют люди, которые ходят с трекинговыми палками, чтобы защитить самую чувствительную верхнюю часть руки от солнечных лучей. Иногда их используют также для езды на велосипеде или для рыбалки, где руки в основном открыты. В Америке их также покупают многие для того, чтобы ехать на автомобиле, чтобы им солнышко руки не обожгло. Обычно такими перчатками пользуются люди, которые не хотят пользоваться почему-то солнцезащитными кремами или не хотят пользоваться репеллентами от насекомых, потому что от различных паразитов они тоже помогают. Есть версии этих перчаток как с пальцами, так и без. И есть даже варианты с SPF защитой в ткани. Обычно используется тонкая дышащая ткань, чтобы руки не потели. Ну и, конечно, различные технологии по типу Coolmax для того, чтобы еще более комфортно ходить в этих перчатках. Есть варианты, которые больше напоминают рукав. У них между пальцами нет ткани, они идут примерно до локтя. Многие этим перчаткам предпочитают так называемые Sun Precaution Shields или Hand Guards. Это вообще угарная штука. Это такие перчатка-ласты со стропой, которые больше напоминают панаму, натянутую на руку. Их выбирают потому, что рукам в них якобы прохладнее и потому, что их не нужно снимать, если вы тыкаете в свой смартфон или занимаетесь фотографией. Если честно, не встречал особо туристов, которые используют перчатки именно против солнца, чтобы не получить солнечный ожог. Возможно, это связано с тем, что у нас просто мало солнца или просто не прижилась подобная штуковина еще. Но, полагаю, популярность этих вещей в Америке связана с тем, что, во-первых, у них там гораздо больше солнца и температуры выше. И еще у них очень популярны различные пустынные маршруты, где эта вещь, возможно, является необходимостью. Вещь номер три. Переходя плавно от темы солнца, нужно упомянуть, наверное, также и о походном зонтике. Обычно эти зонты защищают как от дождя, так и от солнца. Они гораздо прочнее, компактнее и надежнее обычных зонтов. Они быстро сохнут и часто имеют отражающую поверхность, чтобы снизить температуру под зонтом. Многие предпочитают нести этот зонт в руках и менять руки, но есть зонты, которые можно закрепить где-нибудь на снаряжении или на специальном крепеже, и руки у вас будут свободны. Есть также варианты подобных зонтов, которые могут использоваться также как трекинговая палка. Их представлено на рынке довольно большое количество. Эта вещь довольно популярна. Есть различные версии, которые складываются компактно, или те, которые остаются как трости. Их можно использовать как трекинговую палку. В общем, выбор большой. Люди предпочитают носить данные зонты, потому что у них довольно небольшой вес. В районе 200 граммов обычно они весят. Под зонтом хорошая вентиляция, и их удобно носить, если вы носите очки. Вам очки не заливает дождем, потому что зон защищает. Зонты не нужно снимать как мембранную куртку, то есть не нужно снимать рюкзак, снимать куртку, потом складывать ее куда-то в рюкзак долго. Можно просто сложить зонт и идти себе дальше. Также многие туристы используют этот зонт как ветрозащиту, когда они готовят что-то на горелках, как, возможно, дополнительную стену для укрытия, если вы ночуете где-нибудь под тентом. Можно с какой-нибудь стороны подставить зонт, и вам не будет с той стороны задувать. Еще нашли очень забавные отзывы от американских дам, которые говорят, что этот зонт можно использовать как ширму, когда вы идете в туалет, например, в каких-то людных тропах, где негде спрятаться, где нет кустов, не так удобно сходить в туалет, просто раскрывайте зонт и делайте свои дела. Почему зонты популярны в Америке? Потому что там много солнца, от него следует защищаться. Зонт это, в принципе, неплохой вариант. Вторая причина, как мне кажется, это то, что они идут в основном по хорошо расчищенным тропам, им не нужно ломиться через какие-то дебри, кусты, тайгу, и зонт ни за что у них не цепляется. Это, наверное, тоже очень важный фактор. Ну и в Америке обычно вес снаряжения туриста не такой большой, как у нас. У нас в основном люди идут либо с трекинговыми палками, либо просто с такими тяжелыми рюкзаками, что ни о каких зонтах им думать не приходится. А там некоторые ребята идут даже без трекинговых палок, поэтому они свободно могут менять руку с зонтом, когда у них там что-то рука устанет, потому что вес их снаряжения совсем незначительный. Я у нас, если честно, не встречал туристов с зонтами, хотя Витек из команды моего отца, взрослый человек, бывалый турист, ходит с зонтом. Я думаю, это первая ласточка, и скоро стоит ждать на наших тропах тоже туристов с зонтами. Но вернемся к сортирной теме. Вещь номер 4. Лопатка для туалета. По-английски она называется троуэл или санитэйшн троуэл. Это лопатка, при помощи которой в грунте вырывается ямка, которая, кстати, тоже имеет название кэт хоул или пик хоул, что переводится как кошачья ямка или свинячая ямка. И эти ямки, соответственно, используются для того, чтобы сходить в туалет или вылить в воду грязную после мытья или посуды. После того, как ваши грязные дела сделаны, вы эту ямку закапываете этой же лопаткой. Эти замечательные ямки должны находиться на расстоянии от троп, вашего лагеря и водоемов, соответственно. Чуть подробнее про лопатки. Обычно они очень легкие, эргономичные, имеют складные ручки и, в принципе, довольно компактны. Зачастую их делают из различных легких металлов или даже из переработанного пластика, потому что тот человек, который хочет покакать в ямку, заботится о природе и хочет, чтобы даже лопатка у него была из переработанного пластика. Зачастую эти лопатки мультифункциональны. Их можно использовать как колышки для палатки или даже специальные колышки для установки палатки где-то на песке, где простых колышков не хватает. Ими можно подрезать корни деревьев, если вы не можете выкопать нужную вам ямку. И даже открывать специальные медвежьи канистры. Они будут использованы как такая своего рода отвертка. Некоторые даже можно использовать как лопатку для обуви. Индустрия производства этих лопаток настолько развита, что вы можете выбрать лопатку практически любого цвета с различными антискользящими покрытиями, выбрать специальную лопатку в зависимости от того, какой толщины корни вы хотите перерезать ей. Или выбрать лопатку с мерной шкалой, чтобы узнать, сколько сантиметров вы выкопали ямку. Потому что ямка все-таки должна быть определенной глубины. На американском ютубе тоже есть целый сегмент ютуберов, которые ставят различные эксперименты, выкапывают ямки, складывают туда какую-то еду, какие-то яйца, мясо и смотрят, на какой глубине продукты разложатся быстрее. У некоторых лопаток даже есть место для хранения чего-то внутри, например, туалетной бумаги. Смех смехом можно долго насмехаться над глупыми американцами, которые берут с собой лопатки для туалета. Но мне кажется, что у нас культура гигиены в походе и вообще заботы об окружающей среде очень плохо развита. А в Америке, в Европе, многие придерживаются философии leave no trace, то есть не оставляя никаких следов. И многие их тропы гораздо чище, чем наши леса. Возможно, благодаря вот этим лопаткам. Финальный аккорд нашего видео, опять туалетная тема. Специальное приспособление для женщин, чтобы писать стоя. Не буду вдаваться в анатомические подробности. Я думаю, все сами все поняли, что это специальная трубка, при помощи которой женщина может пописать, не присаживаясь на корточке. Я вот даже сейчас снимаю видео, немножко стесняюсь говорить на подобные темы. В Америке же американки запросто оставляют ревью и благодарности на сайтах вот этих вот приблуд и пишут, как им нравится ими пользоваться. То есть там люди гораздо более раскрепощенные, чем мы. Они пишут, что эту вещь удобно использовать во время дождя, потому что не приходится оголять весь зад. Или когда очень много насекомых, чтобы вас не обголодали до костей. Некоторые даже умудряются использовать эту вещь ночью в палатке и сходить в бутылку. Но это, конечно, особые акробаты. Вывод. Я слабо представляю наших туристок, которые будут пользоваться подобной приблудой, но я считаю, что это скорее из-за каких-то предрассудков и стереотипов. Возможно, эта вещь на самом деле прикольная. Почему бы и нет? Вы думаете, что мы все какаем фиалками и так далее, не хотите ничего знать. А когда нужно голой попой кверху во время дождя сидеть, значит, не очень прикольно. Так что я себе такую куплю. Вот такие вот пять необычных вещей из американского снаряжения нам удалось подыскать. Пишите, может, мы что-то забыли. Пишите в комментариях. И если наберется еще вещиц, то мы выпустим следующее такое видео. Пишите также в комментариях, могло бы что-то из этого снаряжения прижиться у вас, или все это бесполезная ерунда. Не забудьте поставить этому видео лайк. И если вам не сложно, поделитесь им, пожалуйста, с друзьями, потому что обезумевший YouTube почему-то снимает монетизацию с наших видео и вообще никуда их не продвигает. Там какие-то у них свои проблемы. Так что, если вы поделитесь, то, может быть, кто-нибудь увидит это видео, и мы не зря стараемся. Подписывайтесь также на наш Facebook, группу ВКонтакте, Instagram. Там тоже красотища неимоверная. И, конечно, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok